Ранее утро. Центр города и Центральный пруд Екатеринбурга. Вы, наверное, продолжите. И сидят, и рыбаки рыбачат. И отчасти вы будете правы. Но не совсем так. Это спортивные соревнования. Здравствуйте, я Александр Игнатов. И это программа «Клуб охотников и рыболовов». Мы находимся в центре Екатеринбурга, где проходит Кубок Свердловской области по рыболовному спорту в дисциплине ловля на донную удочку. Еще лет 20 назад вы, наверное, просто улыбались, говоря о рыболовном спорте всерьез. А сейчас проходят чемпионаты мира по этому спорту. Вот и сегодня у нас проходит Кубок Свердловской области по рыболовному спорту в дисциплине ловля донной удочкой среди мужчин и женщин. Цель таких соревнований – это дальнейшая популяризация спорта Свердловской области. Предсвоение разрядных нормативов, получение спортивного мастерства спортсменов по рыболовному спорту, отбор спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях, а также с целью получения лучших спортсменов для формирования сборных команд Свердловской области по рыболовному спорту. Вообще, спортивная рыбалка – это разновидность рыболовных соревнований, в которых используются различные техники и снасти, и называется она «кассингом». Как и все, соревнования начинаются с торжественного открытия, и спортсмены отправляются на свои точки ловли, чтобы установить свои платформы для ловли рыбы и ждать старта соревнований. И вот дан официальный старт соревнований. Соревнования проходят в два дня, и у каждого есть шанс победить. Это кубок Свердловской области по ловле на донную удочку, и собирается, как правило, на донку очень много людей. Донка – это такой вид, в котором участвуют любители, дети бывают даже закидывают удочки. Поэтому на набережную у нас собралось 74 человека. 74 человека, если я не ошибаюсь, из них 3 или 4 личника. А, 2 личника, по-моему, всего 2. А остальные – это все команды. Кубок Свердловская область. Соревнования проходят в дисциплине на донную удочку. Донка, закидушка, фидер, пикер, пивертип, ленджеринг, винкельпикеры – все это названия одной удочки из разных стран в зависимости от назначения и модификации. И основной принцип – ловля рыбы со дна одинаковый. У нас эту снасть знают все. Ее название – донка закидушка. В Англии ее называют фидер или пивертип. Дословный перевод – дрожащая вершинка. Дима, скажи, почему для тебя фидер стал основным средством для ловли рыбы? Ну, Александр, на самом деле я пробовал практически все дисциплины ловли. Когда-то пробовал у нас спиннинг ловить, но не в спорте, а просто для себя. Плывочка у меня с детства всегда была, наверное, каждый ходил на речку. Основу основу. Основу, да, червячков накопать, пойти на речку половить. А фидер мне очень сильно полюбился. Когда я один раз поехал на рыбалку со своим другом, тогда я еще не знал вообще, в принципе, что такое фидер. И когда он раскладывался, там что-то мешался и так далее, я смотрел на него и ходил вокруг него, кидал спиннинг. К моему сожалению, я не поймал ни одной рыбки. А мой друг Сергей, он начал уже ловить достаточно крупных особей. И меня это начало немножко, как сказать, задевать. Да, я ему сказал, слушай, что ты делаешь? Давай я тоже попробую. Ну, как бы, что это за вид рыбалки? Вот, и да, помню, он мне прицепил к моему спиннингу к кормушку, потому что, ну, фидера у меня тогда еще не было. И после этого я, ну, в тот день я это хорошо отловился. И после этого я начал активно развиваться в фидере. То есть купил снаряжение уже для фидера. И потом мне полюбились соревнования, фестивали, которые проводили до этого. Отсюда и, опять же, моя любовь к всем проведению всем фестивалям и соревнованиям, собственно, наверное, пошло вот с далекого, не знаю, по-моему, 13-го года аж. Что для вас является рыболовницей? Рыболовный спорт. Ну, вы знаете, несмотря на свой уже возраст, 55 лет я в него пришел. Я с интересом все это воспринимаю. Мне очень нравится все это. Вот есть вся наша компания, наш антураж, его технологичность. То есть я себя вот считаю, что здесь снова нашел. И, если другой активный спорт, сейчас мне уже как бы не сильно нравится. Сюда я приезжаю с удовольствием. И всем очень доволен. Так что приглашаем всех, смотрите, участвуйте. Это очень здорово и интересно. Ну, я в рыболовном спорте не так давно. Вообще рыболовный спорт – это стимул к каким-то движениям. Вы первый раз сегодня принимаете участие? Да, первый раз участию. У вас видно, что у вас… А оснащение прям минимум-минимум говорит о том, что хорошая любительская школа? Да. Да. Больше 20 лет. Где вы, а ты из Капинбурга? Ну, здесь, да, блин, последние там 10 лет в Екатеринбурге. А так родился, вырос в Красноуфимске, на Уфе, рыбачил с детства. Как вам водоем? Да вполне спортивный, хороший, чистый, аккуратный. Можно здесь сделать результат? Конечно, есть кто и 4 килограмма ловит. У вас сколько? Килограмм. Ну, это неплохо. Ну, это сегодня, наверное. Кило 400 вчера было. У вас? Да. У вас в пыльах можно даже не было? Да, но вряд ли. Но в десятку точно. Вчера были, потому что 2,5. Если и сегодня 2. А дальше нет? А где? Ну, тут в ту сторону, на увеличение объема уловок идет. Рыболовный спорт становится все больше и больше популярным в нашей стране. И сейчас его любят уже миллионы россиян. Что для тебя рыболовный спорт? Рыболовный спорт – это часть моей жизни. Жизнь. Для меня это просто увлечение, которое мне очень нравится. Отдых, в прежде, в очередь. Адреналин. Общение с друзьями. В первую очередь было увлечением. Сейчас уже становится частью жизни. Это отдых. В том числе и это рыбалки. Это настоящие. Отдых. Я с интересом все это воспринимаю. Мне очень нравится все это. Есть наша компания. Хобби, которое забирает очень много времени и личной жизни. И денег вообще. А так, это секта, в которой находиться приятно. Мы не пьем, не курим. Мы настоящие спортсмены. Это азарт. Это игра. Это навыки. Вовлечение, которое приносит удовольствие. Всего. Всего. Просто увлекаясь этим рыбалкой. Большое хобби. Рыбалка – это и отдых, и спорт. Ну, наверное, это хобби. Тактика, стратегия, командная работа. Большой новый опыт. Прежде всего, хобби. Здоровый образ жизни. Правильно провести в свободное время, в выходной, на свежем воздухе. Побороться и показать себя с лучшей стороны. Это победа любой ценой. Ну, соревнования, естественно. Прежде всего, это соревновательные составляющие. И доставляют, не знаю, удовольствие, эмоции новые. Хобби, увлечение, образ жизни. Что, отдых, развлечение. Азарт. Ну, больше хобби, наверное, чем спорт. Душа. Отдых. Хобби и образ жизни. Стимул каким-то движением, то есть не отложиваться на диване в выходные. Живу в рыбалке. Работаю в рыбалке. Это моя работа. Мне за это платят деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты сам сейчас не участвуешь. Спорт, наверное, забросил. Но ты представляешь компанию рыбакам. Вот твое ощущение в том, что ты не ловишь, но помогаешь рыбакам. Расскажи о нем. На самом деле, так как я еще и спортсмен в прошлом или, может быть, когда-нибудь я, конечно, попробую вернуться, я понимаю, что хотят спортсмены. То есть мне, в принципе, побывав и на той, и на этой стороне, как организатору сейчас, и наша компания, да, действительно поддерживает все мероприятия практически, которые проходят у нас в регионе. Мы постараемся и команду спортивную по фидеру спонсировать. Сейчас мы планируем набрать команду по спиннингу. Отправляли от Свердловской области девочек команду на Россию выступать. Ну, то есть во всех областях, именно в соревновательных, мы поддерживаем. То есть рыбарь бакам везде. Соответственно, мне хочется официальные мероприятия тоже сделать яркими, запоминающимися. Поэтому для того, чтобы состоялись вот в таком масштабе мероприятия, это достаточно очень сложная кропотливая работа с партнерами компании «Рыбарь бакам». Это договоренности со всеми нашими партнерами. И я думаю, что, в принципе, мы будем дальше поддерживать все виды спортов касаемо ловли. И будем максимально стараться помогать местной федерации. Как и все соревнования, они имеют свойство заканчиваться. И победители ждут призы и разряду. А как определяется победитель? Это же, конечно, завешивание. Кто больше поймал, тот и выиграл. Существует как личный зачет, так и командный. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ